Владимир Путин еще раньше встретился с председателем КНР. Там прозвучало заявление, что Китай не может без России. Си Цзиньпинь предложил Владимиру Путину объединиться для защиты суверенитета. Вот именно такая формулировка. Поднебесные надеются, что Москва и Пекин усилят взаимную политическую поддержку. Председатель добавил, что Китай рассматривает развитие России как собственный шанс на развитие. А что еще остается Китаем? Некогда сильнейшая экономика мира уже уступила лидерство США. Показатели Поднебесной остановились на уровне двугодичной давности. Пекину в развитии критически необходима помощь Москвы. Президент Путин также указал на важность сотрудничества. Такие важные для нас позиции растут, как только что встречался во Владивостоке с представителями китайского. Я говорил, что предприниматели китайские... Мы в этом году отметили 15-летие договора о дружбе. И в ходе визита мы в Китай в июне подробно говорили о всех направлениях нашего взаимодействия. Хочу отметить, что оно развивается так же успешно, как мы и планировали. Есть и проблемы, связанные с глобальными вопросами развития экономики, но есть и положительные элементы. Растет в общем объеме нашего экспорта. Такие важные для нас позиции растут, как экспорт машин, оборудование. Мы вам благодарны за то, что китайское руководство уделяет этому серьезное внимание. Это облагораживает наш экспорт и наш взаимный товарооборот. Конечно, нам еще многое нужно сделать, но я уверен, что мы на правильном пути. Громкое заявление председателя КНР по поводу защиты суверенитета вместе с Россией. Обсудим с политологом Павлом Светенковым. Я вас приветствую. Ну вот смотрите, да, удивительно действительно, что китайцы вот так открыто, неприкрыто говорят именно о союзе в целях защиты суверенитета. Мы знаем, да, менталитет китайцев, он обычно не позволяет им вот так напрямую такие заявления делать. Как вы считаете? Почему теперь они способны на такие формулировки? Но китайцы заметили то, что есть оживление в российско-японских отношениях, в частности идут переговоры о заключении мирного договора. И хотя до соглашения еще далеко, то есть очевидно, что Япония требует территориальных уступок, а Россия пока к этому не готова. Тем не менее Китай видит, что у России может появиться другой влиятельный партнер в регионе. И китайцы понимают, что, в общем-то, у Москвы есть варианты выстраивания союзов. И поэтому это заявление Си Цзиньпина, это шаг навстречу Москвы после того, как состоялись переговоры с премьер-министром Японии. Китай тоже демонстрирует, что он заинтересован в хороших отношениях с нашей страной. Ну вот смотрите, еще тут такой момент, да, опять же, исходя из менталитета представителей именно Китая, они обычно планируют на долгие годы вперед, то есть они не любят заключать контракты, например, на год или на короткие сроки. То есть значит ли это, что они предлагают действительно долгосрочный союз? Кошмаром китайской геополитики является окружение Китая, то есть ситуация, когда со всех сторон его окружают враждебные государства. Сейчас отчасти такой сценарий может реализоваться, если реализуется транс-тихоокеанское партнерство, которое продвигает президент США Обама. И поэтому Китаю важен надежный тыл, то есть важны союзники, которые не состоят в каких-то близких отношениях с США, и поэтому гарантируют, во всяком случае, невраждебных. Поэтому, естественно, Китай, скорее всего, будет стараться поддерживать отношения с нашей страной, и, в общем-то, тут надо использовать эту особенность китайской геополитики. Хотя надеяться на союз в буквальном смысле этого слова я бы, конечно, не стал. Ну, подождите, давайте тогда посмотрим, какие практические выгоды для обеих стран такой вот союз может принести. Ну, прежде всего, нам надо использовать взаимодействие с Китаем для развития нашей собственной экономики, потому что пока что наш экспорт в Китай носит откровенно сырьевой характер, и это достаточно плохо, потому что китайская экономика индустриальная, она достаточно быстро развивается, несмотря на то, что темпы развития снизились в последние годы. И, конечно, мне кажется, что Россия должна быть не только поставщиком, допустим, нефти или леса. Китай, нам нужно договариваться о развитии на нашей собственной территории и промышленных производств, может быть, при помощи Китая. И продвигать не только транспортные коридоры вроде шелкового пути через нашу территорию. Ну, подождите, китайцам же, наоборот, как раз-таки и нужны наши ресурсы, да, коих у нас много. Поэтому вот здесь, видимо, какое-то будет противоречие. Ну, китайцам нужны наши ресурсы, но нам не нужно быть сырьевым предатком Китая. Китай с удовольствием, конечно, согласится на подобную роль для России, но это невыгодно с точки зрения наших собственных интересов, потому что по модели сотрудничества с сырьевыми государствами Китай работает со многими странами, например, Африки, но это, в общем-то, не так уж и хорошо, тем более, что у нас совершенно иной уровень и развития государства, и политических амбиций, чтобы просто быть поставщиком нефти в Китай или там леса. Поэтому мне кажется, что тут главное все-таки не ограничиваться вот этим сырьевым фактором, а предлагать более полноценное экономическое сотрудничество. Тогда и заинтересованность Китая в России тоже повысится. И все-таки я хочу вернуться к той самой формулировке, которую представители КНР озвучили. Объединиться с Россией для защиты суверенитета. Понимаете? То есть Китай ждет какой-то угрозы. Он готовится к чему-то, на ваш взгляд? У Китая достаточно напряженное отношение с Соединенными Штатами. Он опасается, что США будут играть на ограничение экономической и политической мощи Китая. И в этой связи, поскольку США мощная, серьезная держава, у нее масса союзников в регионе Юго-Восточной Азии, Китаю нужны союзники, нужны партнеры. И в этом смысле он, конечно, рассчитывает на Россию тоже. Хотя, естественно, он не готов отказываться от взаимодействия с Западом, с которым он везет огромную и взаимовыгодную торговлю. Он просто ожидает, что Россия будет помогать в деле противостояния вот этому сценарию окружения Китая, о котором я говорил выше. Да, вам большое спасибо. Итак, Союз Москва и Пекина мы обсудили с политологом Павлом Светенковым. Продолжение следует...